У кого-то температура в первый день, у кого-то, возможно, какие-то медические реакции. В мечети НУР медицинские работники осматривают всех желающих пройти вакцинацию от ковида. Терапевт измеряет давление, сатурацию крови, уточняет о наличии различных заболеваний. Все, кто прошел осмотр, направляются уже к медсестрам для главной процедуры. Пока ее проходит более 10 человек. Во всех мечетях было объявлено официальное вакцинирование. Мы даем людям возможность переспать с этой мыслью, все-таки задуматься. Я думаю, все-таки мы будем положительный пример нести для них, что хазраты, мухтасиев, учителя, они идут, прививаются, и это понесет за собой других людей. Радив, хазрат Фатахов уже давно для себя принял решение пройти вакцинацию. Обезопасить себя от болезни, а также окружающих людей задача основная, считает он. Особенно сейчас, когда санитарные врачи фиксируют рост заболеваемости, новой коронавирусной инфекции и вирусной внебольничной пневмонии. Ее всплеск произошел в мае-июне. На такой работе мы очень часто сталкиваемся с людьми, которые болели этой болезнью. К сожалению, очень много умирают люди, хоронимых. И все-таки решил, что надо себя обезопасить и сделать вакцину. Для достижения коллективного иммунитета мы должны привить 60% взрослого населения. Вакцинация у нас сейчас проводится только лицам в возрасте 18 лет и старше. Ежедневно встречаемся с населением, убеждаем, рассказываем о пользе вакцинации, что бояться вакцинации нельзя. У нас на сегодняшний день в Российской Федерации три официально зарегистрированные вакцины. В Чистополе прививочная кампания находится в самом разгаре. На сегодняшний день вакцинировано почти 30% от подлежащего населения. Ни одного случая обращения к нам в Роспотребнадзор, что заставляют вакцинироваться, нет. Хотя, конечно, вакцинация у нас добровольная. Но руководители предприятий и личным примером, и убеждать должны своих сотрудников обязательно вакцинироваться. Желательно, конечно, чтобы привились вообще 100%, но есть люди с медицинскими противопоказаниями. Данные люди, если у них есть официальный медотвод, они вакцинироваться не должны. Религиозные конфессии одни из первых поддержали прививочную кампанию. Многие священнослужители и верующие православной церкви и Мюхтасибата уже привились вторым компонентом вакцины. Самый главный миф в том, что люди думают, что от прививки можно заболеть и от прививки можно умереть. Начитаются интернета, наслушаются фейков, сходят разговоры, что там кто-то умер, здесь кто-то умер от вакцинации. Ни одного осложнения от вакцинации на сегодняшний день нет. Ни одного смертельного случая от вакцинации у нас на сегодняшний день нет. Заболеть можно, но заболевание будет протекать в легкой форме. Субтитры создавал DimaTorzok